МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа «Культ Просвет». Мы продолжаем поиски общего культурного пространства и на этот раз попытаемся найти его в поэзии, потому что сегодняшний сборник, о котором мы поговорим, это сборник текстов последних нескольких лет латвийской поэтессы Елены Глазовой, которая сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! И я думаю, что если мы говорим об общем культурном пространстве, то особенное значение этого сборника как раз в его двуязычии, иными словами, мы видим оригинальные тексты на русском языке, а может быть, есть какие-то оригинальные тексты на алтышском, это мы узнаем вскоре. Но так или иначе, мысли поэтессы существуют в двух языковых пространствах, ну и мы хорошо знаем, что перевод поэзии – это не перевод, а рождение, по сути дела, нового слова. И сборник этот, который я держу сегодня в руках, под названием «Наивумс» – «Наивность». Сборник этот был издан в издательстве «Валтерс и Дакша». Это очень интересное издательство, которое, мне кажется, создает невозможное в нашем очень тяжелом, скажем, на нашем тяжелом книжном рынке, создает возможность печататься авторам, тексты которых отображают их собственные мироощущения, их кризисы, их надежды, их чаяния, их страхи. И сегодня об этих темах мы поговорим. Сборник этот оформлен очень изящно, в холодных скандинавских тонах, и у меня он уже вызывает такие тактильные, очень приятные ощущения. Еще раз большое спасибо, что нашли сегодня возможность к нам прийти. Я полагаю, что, конечно же, наши радиослушатели, как всегда, являются неотъемлемой частью нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. А также, по возможности, посылайте нам свои размышления и комментарии на номер WhatsApp и SMS 2061-91. Евгений Копеин, мой коллега, сегодня обеспечивает техническую сторону нашего эфира и нашей беседы. Скажите, пожалуйста, Елена, как давно вышел предыдущий сборник? Предыдущий сборник «Алщность» «Алка Тейба» вышел в 2019 году, три года назад. Как вы оцениваете, скажем, вот это временное расстояние между предыдущим сборником и последним вашим сборником? Мне кажется, что не такое уж огромное расстояние. Это довольно-таки, можно сказать, быстро вышла следующая книжка. Но я горжусь тем, что мне удалось сделать для книжки «Наивность». То есть, по-моему, это развитие идей, что начинались в «Алчности», и, на мой взгляд, они нашли довольно такое яркое применение в этом сборнике. «Алчность», за которую следует наивность, у меня появляются какие-то аллегорические фигуры, как будто бы на сцене. Каким образом вы создавали или принимали решение о названии всего сборника? Знаете, мне казалось, что нужно что-то кардинально противоположное «Алчности», что-то такое провокативное, и вот так родилась наивность. «Алчность», насколько я помню, была оформлена в очень таких токсичных электрических абсолютно цветах. Да, шокирующий розовый. Там все пестрело, и глазу было, ну, это был, скажем, такой вызов для нашего зрения. Тексты во многом тоже были полны, и некоторые такой довольно, ну, скажем, агрессивной энергии. Что принципиально нового появилось в этом сборнике? Ну, мне кажется, что этот сборник, он поспокойнее уже будет, то, что мы видим уже из оформления, и более, скажем так, контемплативной. То есть он больше концентрируется на философских идеях каких-то авторов, которых я там призываю себе на помощь. То, что вы, наверное, заметили уже, листая его. Да, и у меня была такая возможность у наших радиослушателей, она может появиться тогда, когда вы сборник этот найдете в книжных магазинах. Да, кстати, куда бежать и где покупать? Яня Розис, Валтерс Ирапа и еще Глобус. Хорошо. Если честно, вчера вечером я провел некоторый внутренний эксперимент, потому что, читая ваши тексты, я, конечно же, заглядывал и в содержание, в оглавление, потому что ваши тексты, скажем, без названий, поэтому это классическая традиция, когда тексты можно найти по первой строчке. И я обнаружил для меня самого, может быть, это была игра моего уставшего воображения, что в этих названиях, условно, в первых строках существует некоторая внутренняя система или образов, или, скажем, того, что мы называем такого месседжа. Но так как я не рискую читать поэзию, я ее читал всегда плохо, и это не изменится, скажите, могу ли я просить вас сегодня для наших радиослушателей сделать такие две просьбы. Во-первых, действительно, мы заглянем в само содержание, и с другой стороны, если бы мы могли прочесть только вот эти первые строки. Да, мне кажется, на самом деле, мне кажется, эта ассоциация не случайна, потому что это метод моего письма. Я пытаюсь писать по первой строчке. В первой строчке это как бы включает в себя какой-то сгусток энергии, сгусток смысла. Который потом растекается по следующему пространству. Ну что ж, таким образом, радиослушатели, у вас есть возможность заглянуть теперь в переносном смысле в оглавление этого сборника. Прошу. «Расчленённое тело Бога, из того слоя существования, никакого мифа, под грузом ветоши, тут он создал основу бытия, нечего бояться, кроме страха, трупное озеро, психологические барьеры, я останусь роботом до конца жизни. Знаешь, есть такая таблетка, каннибал, пуп-музыка и терроризм. Мечты холоднее смерти. Современная ситуация есть, единственная трагедия. Вроде бы вы видите меня. Мы зарылись в неуёмное тело Бога. Снег укрыл их полностью. Она делает селфи. Красавица в блевотине. Человек с фамилией Вселенная. Человек начинается с насилия. Все важные слова были произнесены. Послушай ты, маленькая медуза. Рождение, как радужный поток. Смерть прислала дикпик. Женская лента Мёбиуса. Вымирание тела. Таблетки Патрика Бэйтмана. Что такое деньги? Что наиболее важно в жизни? Наконец-то умерло второе лицо. Меланхолия сопротивления. Вот он входит. Весь этот коммуникативный глиттер. Когда он зашёл в комнату желания. Для каждой комнаты нам дают разные платья. Человек проращивает через себя дерево. Кому-то из нас передалась. Наконец она совпала с собой. Я задам вопрос всего лишь читателя, слушателя, тем самым абсолютного дилетанта. У меня создалось впечатление, что сами первые строки, начиная от страницы 4 в оглавлении до 96-й, каким-то образом для меня сплелись в единый текст. Это я брежу? Я думаю, что это нормально. Я думаю, что это нормальная ассоциация. Можно сказать, что это такой метатекст, который существует над всем сборником. То есть, в принципе, я с вами согласна. Таким образом получается, что оглавление тоже становится своего рода самостоятельным текстом. Попытаемся вернуться к тому, что вы назвали своим методом письма или вашим почерком. Это результат какой-то длительной работы? Вы шлифовали свой стиль или он когда-то был первым взрывом, и вы просто это совершенствовали? Как вы сами фиксируете это? Нет, на мой взгляд, это результат работы. Это трудоемкий процесс. И этот почерк, он постоянно видоизменяется. То есть, что будет через год, через два, мне сложно сказать. Но мне кажется, что это такое, должно быть гармоничное развитие. То есть, на мой взгляд, то, что я... Вот этот сборник радикально отличается от моего первого сборника «Трансферы», который издала «Орбита». То есть, там были тексты 2013 года сборник, там были тексты где-то на протяжении 5-6 лет написаны. Но он фактически очень кардинально отличается от наивности уже и от алчности, что замечали даже критики. Они говорили, ну, абсолютно глазово изменилось, так что нельзя узнать. То есть, сказать, что прямо-таки сразу появился какой-то почерк, это невозможно, конечно, что это результат длительного процесса. А если мы попытаемся ещё раз заглянуть в предыдущий сборник «Алчность», какой вы были тогда? Кстати, авторка этот понятие, этот феминитив вам подходит? Вы согласны с ним? Я ничего против него не имею, да. Для многих это, может быть, акустически ещё довольно неизвестно, но вот я хотел поэтому спросить для вас, как для создателя, создательницы слова, подобные феминитивы не режут слух? Нет, они не режут слух. Я считаю, что это такая как бы борьба за равноправие, то есть она должна иметь место быть, да. То есть, признание человека может происходить и в слове? Да, да. Возвращаемся к алчности. Что происходило тогда, что исчезло, поменялось и в результате создан новый сборник? Я думаю, что в алчности я старалась всё-таки шокировать каким-то образом. Я пыталась как-то бомбардировать этого читателя какими-то идеями, очень яркие картины. То, что, в принципе, желание вот этого эпатажной деятельности, оно у меня, в принципе, испарилось. Но, в принципе, вот также этот сборник характеризует, как мне говорил Том Стрейбергс, который даже прочитал, ознакомился со сборником, он говорил, что да, для вас характерны такие яркие картины, но они как бы и остались. Это как бы метод моего письма, то, как я мыслю такими яркими картинами. Может быть, это связано с моим образованием в области кинематографа, у меня первое образование, история, теория, аудиовизуальной культуры. То есть, может быть, это наложило какой-то печаток на меня. Но, в принципе, это вот то, что объединяет салженностью этот сборник. Я в качестве читателя выделил при прочтении этого сборника несколько тем, и одна из них, конечно, характерна для европейской философии на протяжении последних двух столетий. Мы говорим уже давно о смерти Бога, он похоронен, и мы уже, может быть, даже забыли, где могилка-то находится. Умер за это время и читатель, и, может быть, даже критик, потому что расплывчатые представления о ценности культурных каких-то артефактов. И я выделил для себя те тексты, которые мне были бы интересны. Но, может быть, если мы говорим о Боге, он присутствует в вашем сборнике, может быть, вы могли бы как авторка выбрать текст, который могли бы прочесть нашим радиослушателям? Да, сейчас я посмотрю. Но, наверное, в данном случае о Боге... Меня довольно часто спрашивают, почему ты так часто пишешь о Боге. Но это ни в каком случае не конвенциональный Бог, конечно. Это имеется в виду какое-то оправдание экзистенциальное человеческой жизни, скорее всего, которое, в принципе, может быть чем угодно. Оправдание? То есть, иными словами, это некоторая такая большая ссылка или сноска, которая нам помогает как-то продолжать существовать? То есть, чуть что сразу Бог? Ну, скажем так, не чуть что сразу Бог, а что-то, чему человек может посвятить свою жизнь, например. Или от нежелания посвятить чему-то пытается отдать её кому-то, какому-то другому человеку. Отдать и избавиться от ответственности. От ответственности, да. Был один замечательный текст, сейчас я его найду. Да, вот «Мы зарылись в неуемное тело Бога». Это именно как раз о таком желании освободиться от ответственности за свою жизнь. «Мы зарылись в неуемное тело Бога, но оно рассыпалось, вытолкнув нас наружу. Мы мечтали зашиться туда полностью, думали, будущность наша решена, не думая о возможности отторжения. Бог просто молчал. Мы понимали это за непротивление и как молчаливое согласие. Но когда Он начал исторгать нас из Себя, мы вознегодовали. Как же так может быть? Он всегда не был против. Чем же мы провинились? Однако у Бога не было комментариев. Однажды Он просто испарился, не ответил на какое-то сообщение, даже не написал вежливо что-то вроде «Пока я иду в душ». Для меня ценность этого текста в том, как вы свободно путешествуете по разным регистрам, соединяя вот это божественное метафизическое с кальками современного общения, допустим, в WhatsApp, между двумя, я не знаю, возлюбленными. «Пока мне пора бежать, иду в душ» или что-нибудь такое, что в принципе многие из нас в быту с нашими близкими или там только людьми, с которыми мы познакомились, может существовать как такой опыт. Мы как бы понимаем, что всё, пришла пауза для нежности и возможности услышать другого, пора в душ и на работу, что-нибудь такое. Я понимаю, что, конечно, довольно тяжело поэту слышать, скажем, впечатления читателей, но так или иначе они могут, конечно, быть совсем-совсем далеко от ваших собственных восприятий. Но прав я в том, что вы действительно соединяете в своих сюжетных таких линиях вот такой цифровой быт и метафизику. Да, это попытка работать на контрастах. Да, я согласна. Это контрасты, результаты вашего собственного опыта или это попытка это получить извне? То есть вы сторонний наблюдатель в подобных разговорах с Богом? Или вы ведёте свою собственную беседу с этим божественным? Я думаю, что я веду свою беседу, при этом я также наблюдатель. Хорошо, вы наблюдатель. А в какие пространства вы проникаете, чтобы коллекционировать свои наблюдения? Где вы бродите в поисках этих значений? Я думаю, что это моя собственная жизнь, откуда я пытаюсь черпать свои темы. То есть это довольно-таки личный, это вот был очень личный текст, который я так что зачитала. Если мы говорим о том, о чём мы говорим последние два года, пандемия и её влияние на культурные процессы, вы известны в Латвии как поэтесса, которая представляет свои тексты публике. Это та традиция, может быть, периода оттепели 60-х, когда тексты вышли из-под контроля редакции, появлялись возле памятника Маяковского, там, прогулках по парку и так далее. И это сохранялось у нас здесь, в пространстве и возможности, когда мы могли встречаться. Как за эти два года поменялись вы как публично читающий свои тексты человек? Вы ощутили какие-то изменения? И влияет ли это даже, может быть, на стиль письма? Я думаю, что просто читка текстов перешла в онлайн. То есть это техническая трансформация? Это техническая, да. Но никаких там более глубоких изменений, по вашему мнению, не произошло. Вы не боитесь снова выйти на встречу с живой аудиторией? Почему бы и нет? Я жажду этого. Хорошо, если вы жаждете. Когда это было возможно, что это давало вам? Ведь вы несёте свои тексты, это тоже всегда некоторая смелость. Ну это какой-то обмен энергии всегда происходил с живыми людьми. То есть, ну я обычно всегда чувствую как бы какое-то взаимодействие с публикой. То есть, если я читаю, я слышу, что там есть какая-то реакция, какая-то реакция есть. И я чувствую, это вот стоит продолжать или нет. То есть, например, было публичное довольно-таки массовое мероприятие последнее, в котором я участвовала, было в Лондоне. Это было в конце ноября прошлого года. И я чувствовала, замечательно чувствовала эту аудиторию. Там где-то был зал, это в Гетт Институте был в Лондоне, фестиваль European Poetry Festival. И я прекрасно чувствовала аудиторию. Но последнее чтение именно в Риге было на презентации моей книжки на прошлой неделе, 3 февраля. И тогда я тоже, мы с Валтерсом, то есть там не было, не пришёл перевозчик, но который, естественно, не может переехать из Прейли. Эйнер Спелш у нас сидит в Прейли. И я попросила Валтерса прочитать несколько текстов на латышском, и я тоже чувствовала, что вот лучше в этот момент уже продолжить с концертом. У нас в следующем номере был концерт с Платоном Боровицким. То есть, ну как-то, если это не автор читает, ну было видно различие восприятия публики. Читала я как автор, и читала Дакша как издатель, что, в принципе, различалось по энергетике. Только что прочтённый вами текст мне показался, опять некоторые такие ассоциативные ряды, мне это показалось некоторым, скажем, довольно гневным обращением к Богу, ну немножко в стиле средневековых таких апокрифических текстов, когда кто-то, кто является результатом создания Бога, он вдруг поднимает голову и спрашивает, почему, зачем ты так делаешь, почему ты не написал, что ты ушёл в душ, почему ты покинул меня. Может быть. И для меня это звучало, скажем, вот в традиции средневековых текстов, к тому же вы читали несколько так вот речитативно, да, каким-то образом, как бы это скорее было прочтение нараспев, как мне показалось. Ну да. Или я сочиняю. Это ваша ассоциация, мне кажется, потому что эти тексты, в которых я говорю с так называемым Богом, я ни в какой мере не имею в виду то, что это что-то, что меня создало. А, то есть никаких теологических ассоциаций нет. Ещё одна тема, которую я заметил как читатель, это усталость от нагрузки цивилизации, как мне показалось. Или я слишком плоско её интерпретирую под грузом ветоши? Вероятно, нет, но в самом деле вероятно, вы правы, да. Давайте попробуем заглянуть в этот текст. Да, давайте. Двенадцатая страница. Рой, говорят, всего доставай. И тут является он в бледно-розовом, с салатовыми разводами, с приглушённым синим, отколовшиеся фрески. Весьма невозмутим, освободившись от хлама, пари над мусорной кучей. Встань и иди, говорит, белый запелён этой гусеницы, выпалший из-под хлама, слегка покачивающийся, пока неловко зевающий, под пропахшими бинтами. Иначе зачем мы тебя воскресили? Гусеница покачивается, прогибается, освобождаясь от нарядов, становится человеком. Это и есть человек, умирающий дважды, говорят ему вслед, пока Джотто висит над мусорной кучей. Но на самом деле этот текст инспирирован спектаклем Ромео Костелуччи «Человеческое использование человеческих существ», которые обыгрывают этот миф о Лазаре, о воскрешении Лазаря, там с отсылками к Джотто, и мне очень хотелось написать текст о Джотто и о Лазаре. Еще одна тема, которую я услышал в ваших текстах, это, как мне кажется, тема молчания. Несмотря на то, что вы написали объемный сборник в короткое время, и вы не молчали, и читатель получит много вашего сообщения, с другой стороны, мне кажется, в каждом из текстов есть, скажем, некоторый плач по тому, что все сказано, все высказано, и мы только мечемся уже в произнесенных словах. Как вы реагируете на подобную рецензию? Мне на самом деле нравится ваша интерпретация, да, возможно, так и есть, но тем не менее я не молчу и продолжаю писать тексты, хотя некоторые тексты кажутся довольно многословными, вы воспринимаете это как какую-то угрозу даже для себя? Нет, я скорее воспринимаю это действительно как будто бы вот все, мы закрываем плиту, и далее значение теряет свой смысл. Ну, давно уже говорили, хорошо, мы уже прошли стадию постмодерна, теперь метамодерна, что бы это ни означало, но так или иначе во многом мы видим, что постмодерн долгое время играл с разрушенными большими как бы нарративами, подчинял иронии все, кроме самого себя, в результате погиб, по сути дела, под руинами, скажем, такого политически правого, скажем, отрицания культуры многообразия, и погиб под пятой популизма и традиционных ценностей, и в результате мне кажется, что да, это некоторая тризна по значениям, в то же время вы отчаянно создаете сборник за сборником, и вы продолжаете говорить. Вот тишина, мне кажется, что ваш текст на странице 61, это опять же, что называется, по просьбам зрителей, мне кажется, это как раз некоторая квинтэссенция моего восприятия. Может быть, я мог бы попросить вас заглянуть в этот текст. Да, я сейчас прочитаю, но я отвечу на вопрос, что да, мне кажется, вы правы, да, и на самом деле мой ответ на этот вопрос, это обращение к названию этого сборника наивность, то есть как я объясняю концепцию этого сборника, она такова, что я пытаюсь ответить на вопрос Теодора Адорна, что значит писать стихи после Холокоста, но мой ответ, если Адорна – это варварство, то мой ответ – это наивность, то есть да, я продолжаю наивно создавать какие-то, апеллировать какими-то словами и создавать какие-то значения, возможно, на этой могиле общего значения. Все важные слова были произнесены – экофеминизм, неолиберализм, идентичность, гомофобия, постфеминизм, сексизм, мизогенизм, индекс гендерного неравенства, гендерная небинарность, эголитаризм, мизандрия, москулизм, декриминализация домашнего насилия, фемицид, пока помещение не наполнилось пустотой, слишком душно, чтобы сказать что-то еще, значение не появляется из шума, многословность не означает значение, публика начинает задыхаться, кто-то освобождает воротнички, люди падают в проходы, кто-то теряет сознание, бьется головой, у кого-то брызжет пена изо рта, шум нарастает и бьет через край, здание не выдерживает, начинает осыпаться потолок, через полчаса здание складывается, как карточный домик, около сотни жертв придавлено конструкцией, насмерть изнутри, никому не удалось спастись, даже виновнику шумной оргии, многословность и отсутствие значения убивают внезапно и изнутри. Кажется, что здесь единственная возможность это продолжать помнить о значении слова в тишине. Вы в самом начале текста приводите целый список, скажем, таких современных этикеток или бирок, которыми играют и консерваторы, и либералы, и это как бы пространство для современных битв. Как вам кажется, эти темы актуальны для латвийского общества? У меня, признаюсь честно, создается впечатление, как у, скажем, исследователей культуры, что мы находимся где-то на обочине этого мира понятий, и они для нас экзотика. Вы не ощущаете себя постоянно путешествуя, например, между Лондоном и Ригой, как будто вы путешествуете во времени скорее, а не в пространстве? Вы знаете, может быть, я не столь искушена вот в этом нашем пространстве массовой культуры. Я, наверное, больше читаю тоже западные какие-то sources, источники, да. И для меня эти слова, все понятия важны. То есть, вероятно, да, что-то Латвия пока что еще не, может быть, не дотянулась до этой планки. Но довольно, это, довольно, текст был создан довольно смешным образом. Это было, скажем так, это почти цитата из критики эстонской, из одной эстонской газеты. Я выступала в Эстонии в 20-м году, это первый год пандемии, в ноябре на фестивале NU, фестиваль перформанса. И я, мой перформанс состоял из того, что я зачитывала текст на русском из сборника «Алчность» как раз-таки. И фестиваль перформанс назывался «Грид», «Алчность». И как бы там были тоже слова, это был текст с таким каталогом понятий, но они менее детализированы, чем эти. Это были другие слова. И очень интересно, что Критти Кесса, которая писала эту статью, она обо мне, она вот именно что-то вот из этих слов, гомофобия, идентичность, неолиберализм, экофеминизм, она почему-то вот именно этот ряд слов применила в своей статье, хотя их у меня не было в моем шоу, никоим образом. Мне это показалось очень смешным, и я написала на эту тему стихотворения, то есть чтобы на самом деле ее текст стал правдивым, то есть на самом деле это же существует в тексте. — То есть вы помогли ей дописать ее текст? — Да, да. — А была ли у вас обратная связь с Критти Кессой? — Знаете, да, я коммуницировала с этой Критти Кессой через друга Киву Нойда, который мне как раз-таки перевел эту статью, и это оказалось его знакомое. И Кива Нойд — это такой мультидисциплинарный художник, довольно известный в Эстонии, и также издатель моей второй книжки, в издательстве «Паранойя», книжка называлась «Плазма». И он как бы вот ввел такой фидбэк, такой диалог между нами. В один момент Критти Кесса заявила, что она хочет правды, но правды нет. И как бы, ну, я решила, что ладно, если нет правды, я сама ее сделаю. — Хорошо, правды нет, есть версии. Как вам живется в формате, когда по-настоящему может быть так, а может быть иначе? Вот мы сейчас в какой-то степени, если заглянуть, например, в сегодняшней заголовке CNN или других новостных каналов, то мы живем на грани новой войны. Причем новой войны, допустим, которая может развернуться географически и культурно совсем недалеко от нас. Потому что сегодня президент Байден в срочном порядке, вернее, уже вчера вечером, обратился к американским гражданам, находящимся в Украине, и срочно потребовал их эвакуироваться, потому что спасать их после начала войны он не сможет. Если мы верим тому, что CNN — это не подделка, что им не удалось создать какие-то фейки, то, в принципе, мы хорошо знаем, что это за сообщение и что это за призыв. Это призыв, условно говоря, спасайся, кто может. И это происходит в 2022 году. Мне очень тяжело, например, вместить это в свое скудное сознание, потому что это страшные отсылки к 30-м годам, особенно если мы посмотрим недавний фильм в Netflix о Мюнхене как бы на краю войны. Получается, что если, например, я являюсь жителем Российской Федерации, то я живу совсем другой информационной планете. Вас настигает вот подобное как бы существование в двух реальностях, или что рядом с вами существует полноценная, хорошо оформленная ложь? Вы знаете, я на самом деле с подросткового возраста очень критически подхожу ко всей информации, которую я воспринимаю. То есть я где-то в 15 лет перестала читать газеты, потому что поняла, что это все какая-то версия. И для меня это было, в принципе, всегда реальностью, что пресса, это может создавать какую-то свою реальность. То есть, в принципе, я оформила свою позицию как агностик и в каком-то там юном возрасте. И мне кажется, что довольно сложно вникнуть в суть вещей. То есть я знаю, что есть версии одного, там, CNN, версии российских каналов, но я не хочу вдаваться в подробности. Но да, для меня это всегда была существующая параллельная реальность. А где вы черпаете, как любой эмоционально стабильный человек, где вы черпаете свои источники, где вы их находите для того, чтобы создавать свою картину мира? Вы знаете... Я имею в виду как раз событийную, вот хронологическую, ежедневную. Событийная, да, ежедневная. Ну, тот же самый, я банально отвечу, тот же самый Facebook, в котором давно уже есть новости и одного, и второго рода. И вы можете свободно передвигаться по разным пространствам. Да, да. А как вы воспринимаете вообще такое явление, как вот медийная ложь? Как вы с ней исправляете? Ну, это ужасно, на мой взгляд. Да. А в чём ужас этого? Ведь она настолько привлекательна. Она может быть очень вкусной, яркой, тот же глиттер кругом. Ну, да, ну вот на данный... Мне кажется, что это такой сложный вопрос. Я не хочу давать никаких негативных оценок этому. И я не специалист в этой области, но я стараюсь для себя держаться от этого подальше просто. Хорошо. Это какой-то эскейп-рум, который вы себе создаёте, да? Пространство для того, чтобы... Я считаю себя... Видите, я считаю себя поэтом и художником, а поэт-художник не должен находиться в каком-то общем пространстве, должен находиться как-то извне немножечко. Вот вопрос. В русской традиции мы хорошо знаем классические, уже абсолютно разобранные на цитаты стихотворения о том, что всё-таки это должна быть и гражданская позиция поэта, да? То есть это в какой-то степени поэт есть политик. В советский период поэта боялись. Их высылали, там, судили за тунеядство и так далее, и так далее, пытались от них избавиться, лечили принудительно в всевозможных клиниках. Боится ли сейчас тоталитарный режим, тоталитарная культура слова? Ну, насколько нам известно, вот по данным событиям сейчас Дарья Сиренко, поэтесса, получила 15 суток за репост красного восстательного знака, но мне кажется, что этот срок именно получен за её... за то, что она такая личность, что она привлекает к себе много внимания и за её критические высказывания. То есть всё-таки за слово? Я думаю, что да. Иными словами, власть всё ещё боится слова? Ну, так выглядит, да. Таким образом, и вашему... вашего слова тоже есть сила? Естественно, да. А что в латвийском обществе вас больше всего возмущает именно как поэтессу? Против чего вы бы хотели бы обратиться, если бы вы думали о тексте, как о манифесте? Помните знаменитую фразу «Я обвиняю». Вы знаете, я не стараюсь никого обвинять. Я такой миролюбивый человек, я не люблю вот такие позиции, что я против кого-то. Мне это абсолютно несвойственно. Хорошо. Есть что-то из тех понятий, которые вы упоминали в своём тексте, согласно эстонской рецензии, что действительно вас приводит в возмущение, что бы вы хотели поменять? Ну да, наверное, феминистическая повестка, она в Латвии имеет значение. То есть феминистка – это ругательное слово фактически на данный момент. Почему? Мы общество, которое долгие годы находились как бы в тоталитарной культуре. Мы в конце 80-х, как мне хотелось бы верить, всё-таки стремились не только к национальному государству, но и к свободе в европейском формате. Почему сейчас мы так медлительны, почему мы настолько плетёмся в хвосте? Вы знаете, я не аналитик в этой области. Но вы ведь наверняка задаваете себе вопрос, почему? Ну да, я задаю себе вопрос. Ну, наверное, вот это наследие, этого тоталитарного режима, так как мы всё-таки постсоветское общество до сих пор в какой-то степени. Перейдём к другой теме. Смерть и эрос. Классический дуэт на протяжении столетий. И у вас есть текст, как мне кажется, в этом сборнике, страница 67, который мог бы нам помочь проиллюстрировать ваши мысли на эту тему. Смерть прислала. Смерть прислала дикпик. Это дикпик от смерти. Вот она, красная, разомлелая, вымазанная варенья, в белых торжественных цветах, закованных по золоту. Захотела выйти на контакт, значит, у вас матч на аппе, и она может тебе писать. Смерть присылает селфи. У неё шикарная улыбка. Зубы хорошо выглядят на красном черепе. У неё отличный торс. Смерть ходит в спортзал. Секстинг со смертью не лучшая затея. Лучше подождать, когда она остынет, переключиться на другую жертву. Тогда можно сделать анмач, незаметно выйти из игры. Я полагаю, что нашим радиослушателям понадобится некоторая ваша помощь в разъяснении некоторых понятий. Они так или иначе, насколько я могу себе представить, выходят как бы из культуры анонимных знакомств, приложений. Начнём со слова «дикпик». Да, это, наверное, то, что характеризует наше общение в этих секс-приложениях. То, как я знаю, это презентация мужского достоинства, скажем так. Гениталий, да? Да, гениталий. Ну, скажем так, наверное, неожиданно полученная собеседницей в данном разговоре. Матч на аппе — это некоторый первый контакт? Это первый контакт, да. Это совпадение, когда пользователи друг друга залайкали, что-то вроде того, тогда они могут выйти на контакт, да. Секстинг? Секстинг — это как раз-таки общение вот этими эросистскими фотографиями. Без, по сути дела, без физического контакта. Да. Таким образом, тело и желание становятся абсолютно цифровыми, да, они разбиваются вот на какие-то такие маленькие частички цифровой культуры. И получается, что это некоторый странный сексуальный танец смерти, да? Ну, мне кажется, что так характеризуется современная вот эта культура общения в этих приложениях. Тот же Тиндер, Тиндер, Гриндер, все эти приложения, которые вам известны. Да. Да, это действительно отдельная тема, это некая такая юдоль печали, но так или иначе мы видим, что очень многие проводят в этих пространствах довольно большое количество времени. Как вам кажется, мы видим уже какие-то глубокие изменения человеческого, алгоритмов человеческого общения, а вдруг люди эти, будь то смерть и человек или двое партнеров, вдруг они увидят друга в живом физическом мире. И что это будет? Крах? Во многом это крах, да. Мой собственный опыт, как бы, как гей-человек, попытка найти кого-то, найти человека с большой буквы Ч в основном ограничилась вот подобной лексикой, которую мы сейчас с вами расшифровывали для наших радиослушателей. И это, конечно же, большая печаль, потому что люди теряют способность общаться. Или же это просто другой уровень, другой формат. Раньше писали письма, посылали там с лакеями или, я не знаю, там, посылали любому телеграмму. Вы знаете, даже были недавно исследования, мне кажется, это вот с подачи Игоря Губенко, я читала какую-то статью о том, что считается, что современное поколение американцев, это было американское исследование, меньше занимается сексом, чем предыдущее поколение, потому что все вот это общение перешло в онлайн, в эти аппликации, непонятно, как в них действовать. Это как бы некоторый заменитель, да, реального физического контакта. Получается, что это заменитель, да. Ну, то есть, уже прочитав этот текст, можно понять, что я все-таки негативно к этому отношусь. Не сомневаюсь. И что это, ну, вот этот дикпик заменил наш реальный контакт. Я думаю, что в оставшиеся несколько минут, у нас приблизительно 8 минут, я хотел бы полностью предоставить вам пространство для чтения. Список моих вопросов подошел к концу, и очень важно, чтобы русскоязычная поэзия звучала и здесь у нас в рамках программы Культ Просвет. Поэтому, пожалуйста, по вашему выбору вы вольны представить нам свои тексты. Пуп-музыка и терроризм. Что у них общего? Они тоже хотели в заголовке новостей. Вот и все, что нас сближает, говорит капризная дива. Террористы в поэточных масках бегут с оружием в сторону пляжа, чья-то рука снимает их на телефон. Девушки в балаклавах в розовых купальниках танцуют с автоматами на краю бассейна. Парень с золотыми фиксами играет слащавую песню на рояле. Белый рояль отражается в бассейне. Закат над Лос-Анджелесом. Поп-музыка и терроризм, слащавая мелодия и голос поп-дивы, обещающий отдохновение. Выстрелы обрезов и удары прикладов. Все это монтируется с прекрасными девушками, танцующими в балаклавах. Припев, удар, залп. Припев, удар, залп. Вечереет. Тени над бассейном. Мечты холоднее смерти, говорит черная голова на фоне неба. Мы вымечтали свое прошлое, но кто подарит нам настоящее? Новый подход в исследовании расы и культуры, сформированный под воздействием феминизма. Несколько голов меняются на фоне, вкупе с архивными кадрами. Тощие тела на корабле, связанные черные тела на виселице. Белые головы фотографируются на фоне. Белые колпаки куклу с клана. Работа художника отражает новую волну феминизма, став важным оплотом этого прогрессивного теоретического и политического движения. Женщина стенает на фоне дерева. Потеря – это ее главная история. Скоро она потеряет все, потому что все они умрут и не останется никого. Камеры переносят фокус на дерево. Хип-хоп скачет через экран. Парни в дредах склоняются по улице. Скейтбордисты прилетают по полосе. В хип-хопе это эго не работает, как у Фрейда. Артур Джафа. Современная ситуация есть сумма всех политических насилий, колониальных процессов прошлого и терраформации, которая им сопутствовала. Потому предвидение будущего – это помесь импотенции и воли к власти. Говорит голос из динамиков. Укради свой собственный труп, укради себя со свалки цивилизаций, с бесполезными пролежнями гуманизма на прелом теле человечества. Откуда расцвел этот цветок гуманизма бессмысленное излишество? Кто-то просил защитить от него, но было уже поздно. Человек и его технологии. Политика, экономика, социальные вопросы. Каково их взаимоотношение с нестабильной экосистемой человеческой жизнедеятельности? Цветок гуманизма расцветает на трупе человечества. Постгуманность вылезает как призрак из потустороннего мира. Твой труп раскачивается на краю пропасти. Пропасть подвывает жуткими звуками перед выбором постгуманизм или ничто. Труп раскачивается, зависнув на краю. Единственная трагедия. Человека больше нет. Есть странные машины, сталкивающиеся друг с другом. Иногда мне нужна ярость, и я пользуюсь ломом. Я убийца, я хороший человек. Обществу давно наплевать на убийство. Разложение заложено в обществе системой образования. Я такой, потому что мне объяснили. Я хочу именно это, а не другое. Идея обладания и разрушения. Творить есть желание убивать. Разрушая, я обладаю, избавив мир от гнета. Мне останется все. Я, мир моих фильмов, мои герои, под гнетом мира. Я не обладаю ничем, кроме желания убивать. Позолини. Может быть, на секундочку я вернусь все-таки к теме, которую мы уже упомянули. Тема войны. Как вам кажется, наблюдая за тем, что происходит и в пространстве СМИ, и в политическом дискурсе, вы где-нибудь видите голоса, которые говорят о мире, о пацифизме? В 20-е и 30-е годы это движение было довольно сильным в преддверии Второй мировой войны. Сейчас у меня такое ощущение, что война превратилась в игру, за которой следят в медиах, делают репосты, там ставят лайки, но не понимают, что очень скоро это будет. Я очень надеюсь, что все-таки это не произойдет, но если это так, то это все-таки будут конкретные человеческие жизни, которые вдруг не будут героями компьютерных игр или сообщений друг к другу с грустными смайликами. Как вы относитесь к такому явлению, как война? Ведь она, по сути дела, для нас всех с 45-го года ушла в книги, в учебники, она там спряталась. И тут вдруг, вот, пожалуйста, она живее всех живых. Ну, конечно, естественно, я считаю, что это ужасно, это ужасное явление, и оно не должно коснуться нас всех, то есть никому не пожелаю этого. И да, призывов к пацифизму я на самом деле давно не видела. И на самом деле, что вроде как бы вот это движение гуманизма, которое стимулируется тем, что люди уже сейчас во всем мире, глобализация, собственно, тому, что люди во всем мире коммуницируют, и вот эти репосты, лайки, все это происходит сейчас в онлайн-режиме. То есть все возможно транслировать, заснять. Но, тем не менее, вот это ощущение опыта войны, так как у меня его нет, мне сложно даже что-то сказать про это. Мне кажется, что ужасно, и не дай Господь кому-то это пережить. И, ну, если бы, ну, как бы вот мое негативное отношение к этому, ну, что я могу сделать своим словом, пока только вот выражать какое-то свое отношение. Перед тем, как мы продолжим читать ваши тексты, буквально несколько слов о довольно существенной части самого сборника. Это то, как мы берем его в руки, ощущаем, я в самом начале уже упомянул свои очень приятные ощущения. Скажите, вы как авторка в какой степени имели возможность влиять на создание, скажем, вот макета, внешней формы, обложки и так далее? Или это был полностью как бы епархия автора макета? Знаете, ну, на самом деле вот этот цвет и расположение букв можно сказать, что дизайнер угадал. Он мне представил несколько вариантов, и вот один из них был такой. Соединение кириллицы и латинский букв. Да, 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 да. Именно вот это наивное расположение, то есть мне казалось, он на самом деле угадал мою идею, мне казалось, что да, вот такова наивность, и можно сказать, что тут наши мнения совпали, я выбрала этот вариант. и иллюстрации, которых несколько штук, книжки вы можете наблюдать, тоже были созданы по заказу, я их заказала, как бы вот что-то такое утопические какие-то иллюстрации, эшеровские такие конструкции, какие-то лестницы. Да, это некоторые лестницы, переходы, всё то, что визуально является тоже некоторой игрой, да, которые раньше в советских учебниках как раз говорилось об оптических обманах и всевозможных эффектах, да, и здесь можно как бы подниматься и спускаться, это некоторое ощущение Алисы в пространстве? Возможно, у меня не было такой ассоциации с Алисой, ну, вот я пыталась что-то такое воссоздать, именно утопические конструкции, которые ведут в никуда фактически. И теперь ещё пять минут ваших текстов. Да, хорошо. А следующий текст присвящается Галине Рымпу, известной русской поэтессе, которая была также в студии здесь, насколько я помню, с Ольвом Рубинштейном, по-моему, она была, да? Она была на нашем первом фестивале Дзейб из Робежа в 2017 году. Снег укрыл их полностью, не видно рук и ног. Там, где были чёрные рукава, теперь уже ничего. Я отошла в сторону, где оледенение в лунку была видна капля крови. В потоке воды она шевелилась, как живая, густая, бордовая. Снег родил их заново. Они зашевелили конечностями и встали, чтобы начать всё заново, лизать лёд, снег и кровь. Их одежда сделалась белой. Это перерождённые белые люди новой формации. Ведь о таких ты мечтала, а иначе ведь глыба тупого одиночества. Но смотри, они не люди, больше похожи на зомби. Поиграй хоть с одним из них, поймёшь, что он тебя придушит. Впрочем, всё это тебе снится, просто плохой сон. Ты была на реке, всё было во льду и снегу, и тебе привиделись люди под снегом. Спи, тебе это только снится. Кровь текла во влагалище, рукава стали чёрными, глаза потеряли стеклянность, нового рождения не было. Это те же мёртвые люди, они всё ещё не родились, ждут-ждут в застенках твоих снов. Человек начинается с насилия, необъяснимой внезапной вспышки, в местилище путешествующих охватывается похотью. Смерть и сладострастие правят кораблём. Некоторых пассажиров убивают, чтобы устранить преграды, для удовлетворения похоти. Выбрасывают за борт. К утру никаких следов. Затем за бортом кончается вода. Вместо моря начинаются облака. В местилище пороков плывёт по воздуху, без ориентира. В эфире одна тишина. Пассажиры сражаются за ресурсы. Постепенно доходят до расчленёнки и людоедства. «Если ты съешь меня, через тебя я выживу». Когда почти все погибли, выживают жертвы насилия. Девушка с ребёнком насилия в утробе. Она выбирает ждать. Корабль мутирует в гору. Затем мутирует в контент. Континент на самой вершине живёт выжившая. С ребёнком насилия. Проходит много лет. Ребёнок насилия бежит за выжившей. Человек снова начинается с насилия. Женская лента Мёбиуса. Загадочный топологический объект. Сворачивается кольцом пепелоти рист. Кувыркается в бесконечность. С каждым следующим кувырком женщина служит продолжением себя, порождая всё новые клоны. Клоны сливаются в ленту Мёбиуса, неориентируемую поверхность, раздираемую на афганские ленты. Односторонняя поверхность становится многосторонней, порождая бесконечное движение. Женщина множится до предела Вселенной, скручиваясь обратно в единичную ленту. Я боюсь, что на данный момент мы вынуждены будем прерваться. Вообще нужно, конечно, с законом запретить прерывать поэтов, но вынужден сказать, что время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Большое спасибо, Елена, за то, что были у нас, за то, что поделились своими текстами и размышлениями о том, как вы создаёте эти тексты и какими содержаниями наполняете их. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. Коллегу Евгения Копейна за обеспечение технического эфира. На следующей неделе мы продолжим нашу беседу и перейдём от поэзии к музыке. В гостях будет композитор Эдгар Сарагинский. Большое спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова